Дорогие друзья, в этом уроке я буду писать мало кода. Сейчас важно ответить на вопрос, для себя понять внутренне, а зачем в Python нужны методы с двумя подчеркиваниями, их основная цель. Многие, кто изучал Python, знают init, len и другие, и не знают все. И процентов 85 программистов на этом и ограничиваются. Что делает жизнь программирования Python ООП совсем скудной. На самом деле здесь нет ничего удивительного. Когда-то я тоже начинал с Луца. Да, у Луца есть описание объектно-ориентированного программирования, но там как факт, больше похоже на справочник, в принципе, Луц и делал справочник. То есть, по сути дела, делается так, 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 а вопрос, зачем, виснет в воздухе. И с тех лет, наверное, с 2010-2011 года, я начал перед собой ставить вопрос. Хорошо, ну вот давайте сейчас посмотрим. Хорошо, если у нас есть класс. Вот напишем самый простецкий класс. Вы просто смотрите. Я просто покажу, насколько мы себя обделяем. Класс X. Он у нас ничего не будет делать. Наше дело только посмотреть его внутренности. Давайте посмотрим. Вот смотрите. Сразу среда нам вывела очень много методов с двумя подчеркиваниями. Это те методы, к которым Python относится особым образом. Вот именно этот ответ на вопрос мы сегодня должны получить. Изучать будем позже в курсах. Ну вот давайте возьмем, воспользуемся первым методом, класс. И просто нажмем Enter. Мы видим, что данный метод нам показывает тип. Что тип класс. Хорошо, давайте пойдем дальше. X опять воспользуемся методом класс. И воспользуемся методом базы. И посмотрим. Мы видим, что нам Python выдает, что в данном случае класс X это объект. То есть то, что мы и ожидали. Ну вот интересный вопрос. Вот init использует все и дальше все обрывается. Потому что у людей в принципе, как и у меня когда-то, нет понимания, зачем это все нужно. Давайте попробуем еще проэкспериментировать и понять, что мы уже ограничены. Хотя Python настолько широк. Круче OOP нет у него одного языка. Класс. И попробуем использовать метод len. Ведь при изучении Python функцию len все знают. Ну это пересчет, сколько объектов. И здесь мы сталкиваемся с ошибкой. Типа объект has no атрибута len. То есть он не поддерживает. Не поддерживает лишь потому, что мы не прописали в этом классе ничего. И это важно. И по сути дела, когда мы начнем вводить в класс какие-то методы, мы будем получать именно такие ошибки. Почему? Потому что в большинстве своем класс, который объект, класс, который... Сейчас подождите, по-другому скажу. Когда мы создаем просто класс от чистого Python, он поддерживает совсем немного. А когда мы пишем уже свои классы, то мы можем их писать как хотим. И они могут поддерживать все, что угодно. Поэтому в большинстве случаев стандартный класс от Python, который в принципе и создает только объект, все остальное он и не будет поддерживать. Почему? Потому что это не прописано. Мы не запросили у Python. И он вызывает просто исключение. Все правильно. Но когда мы начнем писать свой класс и будем прописывать эти специальные методы, то они будут поддерживаться. А теперь главное. Зачем же нужны методы с двумя подчеркиваниями? Давайте ответим на этот вопрос. Все очень просто. Методы с двумя подчеркиваемыми нужны, чтобы иметь бесшовную инстаграцию с остальной частью Python, со стандартной библиотекой. И иметь широкое взаимодействие между классами. То есть, для примера, если бы наш класс поддерживал метод len, то мы бы легко со стандартной библиотеки использовали функцию len. Легко. И она подработала. И так касается других аспектов. То есть, Python по умолчанию, эти методы у него есть. Но мы должны их применять в классах сами. Тогда они начинают работать. Я думаю, что у вас проливается свет. Давайте более широко. Вот так я чуть-чуть написал. Еще раз повторяю. Это не урок программирования. Это понимание, зачем это нужно. Давайте вот сформулируем. Когда мы определяем класс, мы можем и должны включить эти специальные методы для улучшения интеграции между нашими классами и остальным Python. Любой класс должен иметь возможность легко интегрироваться с другими частями Python. Тесно взаимодействовать с другими частями и между собой. Использовать множество языков. Ведь мы скоро будем и C использовать, и множество функций, и много пакетов разных, и модулей, которые будут использоваться. То есть, мы будем расширять. Вы знаете, когда я давал еще на Pro365.net классы в Python OOP, тогда я давал только азы для работы с Жанка. Но потом уже я несколько лет начал заниматься и искать в первую очередь ответ на вопрос, как полноценно работать с ООП. И после этого родился уже курс на СПБ, который так и называется ООП, и я его назвал переосмысление. Здесь мы уже работаем чисто с ООП. Пошли от простого к сложному, опять же. То есть, по сути дела, для этого курса надо изучить уже сайт Pro365.net, то есть, знать все типы объектов. То есть, на этом, на Pro365.net сайт для новичка, он дается в школе, то есть, если человек вообще не имеет представления о языке, вот с этого надо начинать. Здесь уже мы идем дальше. То есть, здесь мы начинаем уже копаться в объектно-ориентированном программировании глубоко, переосмысленно. И это не зря, потому что, например, вот при изучении Kiwi мы столкнулись, например, в практике применения того же метода Супер. Не знающему человеку код выглядит довольно сложным и громоздким. Но на самом деле, если человек немножко вникнет в то же Kiwi и в классы, то код довольно простой. На самом деле, в данном коде мы просто переопределяем, переопределяем. А класс Супер определяет просто родительские родителя. И это важно, ведь если представить себе экран планшета, и у нас есть там некое существо, которое мы можем двигать пальцем, у нас там может быть одно, два, три существа. И само собой, если мы взяли там, допустим, зайчика двигаем, я к примеру говорю, то он относится к какому-то родителю и белочку, иначе как бы перепутать. А так Пайтон ничего не путает. Я к чему это сказал? Сейчас этот код не смотрите, он не важен. Это то, кто будет Kiwi изучать. Важно то, что то, что я говорю, это применяется на практике. Применяется на практике довольно широко. На самом деле, поделить, когда я начал разбираться, это можно на несколько вещей. Первое понимание, к чему надо прийти, что класс имеет вот три периода создания класса. Вот мы как раз с вами, например, в данном уроке, вот написав ключевое слово класс, пусть он ничего не делает, но мы создали класс. Но класс еще имеет еще два цикла. Это цикл инициализации и цикл уничтожения. То есть он работает определенное время, и когда не нужен, мы, допустим, пользователь вышел, да, или закончил работу, действие класса уничтожается, да, до следующего вызова кода. Насчет инициализации как раз-таки большинство людей и знают, потому что большинство людей применяют init. Но немногие знают, а мы будем рассматривать, что init имеет столько аспектов. Ребят, вам и не снилось, что при помощи init можно делать. Мы сейчас в курсе рассмотрели несколько, и еще из десяток рассмотрим основных, которые применяются в коде. Далее, если так посмотреть, можно было бы разбить вот начало работы с пониманием класса, это атрибуты доступа, свойства, дескрипторы. То есть, по сути дела, то, что мы видим, объект-атрибут. Далее, мы уже начали заниматься в последнем уроке уже азы последовательного дизайна. То есть, мы, например, в шаге изучали уже такие вещи, как... Такие вещи, как глобальные переменные, встраивание классов функции, но это совершенно все пока слабо. Использование, значит, так называемый колаблис, то есть, функции лен, встроенные функции Python, лен, которая подсчитывает, что очень удобно. Потом, контекст. То есть, есть... Python имеет диспетчеры, удобные, грубо говоря, интерфейсы, и даже есть декораторы для взаимодействия. Потом, многие не используют такие вещи, как создание контейнеров и коллекции. А написание игр без контейнеров и коллекции, это практически нереальная вещь и довольно сложная. Использование, работа с числами, итераторы. В первую очередь, мы будем изучать итераторы, чтобы применять встроенные функции, но в первую очередь, чтобы создавать свои итераторы. То есть, подсчет всех компонентов класса. Декораторы и миксины. Миксинс, ну, миксины, то есть, дополнения. Это именно межсекторальные аспекты работы, взаимодействия с классами. А декораторы, это уже базовое применение. Например, пометили класс с декораторами, какая-то часть кода уже автоматом исполняется. То есть, для удобства, для уменьшения кода. Опять же говорю, у меня нет сейчас цели рассказать все. Так как все мы проходим в школе именно в разделе Python объектно-ориентированное программирование, где мы начинаем с практически с картинках, ну, как детям я объясняю, вот это объект, вот это экземпляр. То есть, чтобы человек въезжал, въезжал, и материал усложняется. Вот сейчас просто пришло время, чтобы ну, я посчитал возможным, что уже реально, вот мы рассматривали и нет, да, реально начать рассматривать именно методы, которые, их много, да, то есть, скрытые методы, не скрытые, а специальные методы, которых довольно много, научиться их применять. И цель этого урока была одна, чтобы, как я когда-то создавал себе вопрос, чтобы и вы поняли, а зачем-то они нужны. И мы наконец-то получили ответ, чтобы иметь бесшовную интеграцию с остальным Python, со стандартной библиотекой, с другими языками, которые интегрируются в Python. Для этого и сделаны эти встроенные методы с двумя нижними подчеркиваниями спереди и сзади. Именно Python относится к ним по-особенному. И считайте, что каждый этот метод открывает для вас дверь, дверь, дверь в каком-то направлении. Где-то дверь открывается к функции LENG стандарта, где-то к языку C. То есть, овладев применением данных методов, понимая их и включая данные методы в классы, наши классы практически не будут иметь исключений, а везде будут находить взаимодействия. Это повысит работу программ ваших, то есть, взаимодействие между самими классами, между методами. По сути дела, простым языком, так как цель была рассказать, зачем эти вещи, простым языком, что класс, который вы будете писать, будет поддерживаться всем Python. Только для этого надо включать именно специальные методы. и понимание мы будем идти именно от того, что я говорил. Создание класса, инициализация, уничтожение. То есть, ну, например, почему вот важно уничтожение, сейчас я расскажу. Здесь в Python целая наука, я просто сейчас расскажу на простом примеры. примеры видоотношений, например, ассоциация, агрегация, композиция. Я рассказал здесь очень подробно, что это такое. Ну, представьте, вы пишете игру, у вас игрок там бежит с оружием, и в игрока попадает другой игрок, но попадает в руку. Что в этом случае происходит? Умирает игрок или перестает стрелять? А ведь это и есть уничтожение чего-то. В данном случае уничтожена рука, но игрок жив. А если вы напишите код, что умирает игрок, то получается как-то неправильно. То есть, опять же, идет большое понимание вот этой философии Python, которая довольно легко и понятна. И мы это рассматриваем опять, как говорю, как в первом классе, прежде чем код. А потом уже начинаем писать код, код, код. Одно я хочу, чтобы вы поняли сегодняшнего видео, что ответили на вопрос себе, зачем нужны методы с двумя подчерками. Получаем ответ для того, чтобы иметь бесшовную интеграцию с остальным Python. То есть, еще раз повторяюсь, надо четко понимать, что сами методы их надо включать, осознанно включать в наши классы, которые мы будем писать и знать, зачем. Вот это мы будем разбираться. Если, допустим, нам надо, чтобы в классе можно было посчитать все элементы, там у нас класс, допустим, игра, и там у нас 95 персонажей. И если понадобится их пересчитать, то, само собой, это делает стандартная функция len, len, то есть, подсчет Python. Но наш класс не даст посчитать, пока мы не включим специальный метод len в наш класс, который уже легко потом мы пропишем метод len, и он легко посчитает совершенно пару строк. Но Python в этом крут. Мы просто прописали, допустим, тот же len, и Python для нас уже открыл много доверей, создал связки, если так по-простому, создал взаимодействие со стандартной библиотекой, конкретно с лен. И теперь мы можем считать, передавать, что вот бежал здесь, было 95 фигур, уже там 33, остальные уничтожены, допустим, да, то есть, понимаете мою мысль, я говорю, что большинство людей знают инет, потому что он везде используется, но большинство людей не знают все аспекты инет, потому что их очень много, а мы будем основные, которые применяются на практике, рассматривать ипостаси инет, кроме инициализации, да, я говорил, вот, инициализации, но инициализация объекта, то есть, когда мы заявляем об объекте, что вот объект, и я создан, я есть, то есть, инициализация, это когда вы говорите Python, что этот объект, вот он присутствует, он уже имеет место, грубо говоря, он уже жизнеспособный, я надеюсь, что у меня получилось сделать вводное задание, потому что, допустим, у меня для этого прошло довольно много времени, потому что бестолку читать книги, когда просто видишь, кот делается так, делается так, делается так, а зачем это делается, почему это делается, откуда ноги растут, вот это, наверное, самые важные вопросы, и именно когда есть фундаментальное понимание, зачем это, вот отсюда начинает уже понимание, то есть, когда мы фундаментально понимаем, мы у себя в голове формируем какой-то смысл, костяк, да, зачем нам это нужно, вот тогда нам легко понятен код, я не зря приводил пример вот этой вещи, да, того же кода допустим работы с киви, то есть переопределение методов он touch down, он touch move, то есть и он touch up, то есть это методы, что значит там нажать на, ну, приложить палец к монитору, передвинуть, отпустить, и вот эти скрытые методы, вот мы видим уже, да, они везде используются, инициализация init, то есть когда мы заявляем, что объект жив, что к нему можно обращаться, ну тут много тонкостей, мы рассматривали это в этом уроке, просто я говорю, что это практически применяется, а представьте, когда вы будете четко понимать многие методы, не показываются сейчас, ладно, многие методы будете понимать, которые есть в Python, это насколько расширит ваш код, это во-первых ваш код будет меньше, но иметь больше возможности, во-вторых практически не будет исключений, и в-третьих это легко поддерживать, потому что весь код как масло, но для этого мы изучаем, для этого я посчитал, что надо важно вначале понять, я надеюсь, что вам понятно, стало по крайней мере зачем это нужно, значит школу найти довольно просто, набираете спб-тут точка ру, и вот так он у вас будет выглядеть, и здесь у нас хоть написано Python Django, но на самом деле все намного шире, есть Python, есть Django и с нуля, и Python с нуля, и Python для более серьезных, также здесь мы рассматривать уже кабинет машинного обучения, то есть это библиотека Madplotlib, будет Kiketleren, SkiPy, Pandas, то есть ну это все мы работаем Django, потому что Django самое меньше литературы и ее практически нет, поэтому каждый шаг только мы сделали, сразу пишем функцию представления в Django, чтобы развивать и понимать. Все эти библиотеки машинного обучения, это область искусственного интеллекта, то есть помогают нам отобразить, научить наши программы, сайты, принимать решения самостоятельно и так далее, и так далее, то есть довольно широкий аспект, вам надо просто нажать получить логин и пароль и вы получаете оплачивая пожизненный доступ, уроки добавляются в постоянном режиме, ну в принципе я на этом закончу, спасибо за доверие, моя цель я считаю достигнута, возможно мне очень бы хотелось что вы уже не потратите годы и не будете думать зачем все это нужно, а просто уже сосредоточьтесь, понятно что эти зачем эти методы и вы приходите в школу будем изучать, начнем с инид и так далее, начнем изучать все методы по основным категориям, которые я здесь рассказал, намного шире, просто я здесь основное указал, но именно это будут методы с двумя подчеркиваниями, которые будут помогать нам обращение к атрибутам, строить дизайн, то есть я азы последователь дизайна здесь имеется ввиду не дизайн как сайта, это в самом программировании это имеется интерфейс доступа, что классы смогут хорошо взаимодействовать, хорошо быть построены, легко поддерживаться и так далее и так далее спасибо